Виктор Владимирович Салтыков Виктор Владимирович Салтыков Виктор Владимирович Салтыков Виктор Владимирович Салтыков Я не буду в праздничный день об этом говорить, но все зависит от самих жителей, Кировчан, наверное, от того, как все будут относиться к самому городу. Мне кажется, мы всегда хотим от кого-то, всегда просим, чтобы вот нам денег сдали, этого дали, счастья дали, того дали, а мы сами творцы своей счастья, судьбы и всего остального. Если мы не подстригаем траву у дома, то, наверное, мы виноваты в этом, не правительство и никакое руководство города. Кажется, мы взять и собрались. Ребята, у нас слишком высокая трава, давайте мы все-таки как-то попытаемся найдем какие-то для себя. У вас, кстати, есть загородный дом, вы подстригаете там? Конечно. Сами подстригаете? Знаете, я много что делаю сам. И картошку копаете? И картошку копаю сам. Ну, у меня картошки столько нет, наверное, но в этом году я даже вот парник поставил, он меня потянуло к земле, у меня там огурцы, помидоры, там редиска. Ну, редиска не растет, там банан, дыня даже есть. Так что, ой, не бананы, извиняюсь, дыни посадил с арбузом. Посмотрим, вырастут, нет. Парник растет, вот уже вот такая у меня растительность высокая. Буквально месяц назад мы начали это делать с супругой. Вы так активно увлеклись с садоводством, а на гастроли хватает времени? Вы вообще гастролируете сейчас часто? Ну, конечно, очень много. Ну, как часто? Меньше, чем раньше. Естественно, раньше мы просто жили на гастроли. Сегодня меньше, но предложений достаточно много. А репертуар? Ну, репертуар разный. Музыка новая, я выпустил хорошие. За эти два года вышло у меня два альбома. Один вышел в iTunes, есть такая программа, где люди могут скачивать. Кому интересно, пожалуйста, если есть возможность. Я тут же рекламирую свою продукцию. Также вышел альбом, который называется «Настроги по-настоящему». Я снял клип в этом году неплохой, мне кажется. Песни замечательные. Умные, серьезные, не такие, как я раньше пел. Хотя все просят, чтобы я пил те старые песни. Да, люди приходят на концерт, хотят услышать старые хиты. И вы их тоже исполняете? Ну, и сегодня будут старые хиты. А к новым песням как от них относятся? Вот вы чувствуете реакцию? По откликам, отзывам, кто как. Но в основном все пишут, что Виктор – это гениально. Потому что они меня в таком плане, может, мало кто видел. Они похожи? Нет, они разные. Они похожи на то, что вы исполняли в конце 80-х? Нет, они похожи, наверное, скорее всего, на то, что я делал в самом начале своей карьеры вообще. Они просто сделаны по-другому, они современнее. То есть в самом начале, еще до форума, до электроклуба, я пел в Ленинградском рок-клубе, они более серьезные, на мой взгляд. Но музыка вообще серьезная. Я взрослый, в общем-то, дядька уже, по большому счету, мне петь песни не очень серьезные, уже как-то не по себе. Поэтому кому интересно, пускай послушает, посмотрит. Я считаю, что там очень много красивой, хорошей, добротной, мне кажется, очень качественной музыки. И песни все очень умные, на мой взгляд, философские. И там представлен Виктор Салтыков совершенно несколько с другого ракурса. Ну, кстати, когда вы были в электроклубе, у вас там такие достаточно легковесные были песни, задорные, да? Вас тогда, на тот момент устраивал репертуар? У меня как раз тогда не всегда устраивал репертуар. Но при этом, понимаете, вот в чем проблема. Государство и страна наша, да, вроде поменялось за эти годы, так много. А музыка, мне кажется, еще больше деградировала. Это мое мнение. То есть песни стали еще более банальны, как это ни странно. У большинства исполнителей сегодня, которые наверху, они поэты вообще, по-моему, темы, которые вообще легкие настолько, что там смысла, наверное, можно вот настолько найти в этих песнях, понимаете? Поэтому я иду и делаю свою честную музыку. И кому интересно, я предлагаю всем послушать, посмотрите. Там совсем все по-другому. Мне всегда было интересно песня «Кони в яблоках». Она вообще откуда взялась? Да, и Твердор Штукманов. «Кони в яблоках», и Твердор Штукманов – великий автор этих песен. Но помимо «Кони в яблоках», знаете, вот парадокс. Вот есть мой любимый ансамбль «Битлз», да? Есть любимый мой исполнитель, как Пол Маккартни, да? Я был недавно опять на его концерте, у меня дочка очень любит. И именно «Битлз», как это ни странно, ей еще 19 лет, но она обожает эти все группы. И я был удивлен одному, что он поэт из 100% своего репертуара, у него много альбомов, да? Маккартни, я каждый знаю практически. Вот начинаю от первых песен и кончаю последними, да? Там что-то 200. У самого Маккартни, уже поймем «Битлз», да? Но при этом он поэт все битловские старые песни, где «She Love you», «Ля-ля-ля», «Три рубля». То есть на концерте вряд ли поэт свой весь новый репертуар. Вот он приезжал к нам в Россию, я был на концерте сегодня во Франции, в Англии. Я все его концерты стараюсь, если есть возможность попасть, я не пропускаю. И там вот как раз он поэт... И вот понимаете, в чем парадокс? И то же самое происходит у меня. У меня много музыки, которую мало кто знает. На сегодняшний, может быть, день все привыкли меня видеть в этом плаконе в яблоках. Там мальчик вот такой весь волосатый. Ломаете стереотипы, да? Это была популярная, но я же не могу петь. Я же говорю, что я не могу в свои 98 лет петь песни 16-летнего мальчика. Ну, кстати, тогда в конце 80-х была песня «Улетели листья». Вот, на мой взгляд, она отличалась от всего. Ну, таких песен много у меня вообще, на самом деле. Возьмите, посмотрите мою предысторию. Там песнь, кладезь хорошая, красивая музыка. Просто вот приклеивается какой-то образ, на мой взгляд, который, знаете, как Краморов. С удовольствием бы, наверное, играл большие роли, играл неплохие роли. Но вечная вот эта была какого-то вот Краморова, понимаете? Постоянно все время такой образ некий идиота какого-то, да, существующий такой, любимого народом. Но, тем не менее, это, к сожалению, некое ермо, это некий крест, который несут многие из наших исполнителей, которые хотели бы играть серьезные роли, но люди привыкли к Никулину. Он был человеком разносторонним, посмотрите. Так же, наверное, и я, не хочу себе так говорить. У меня как бы все в порядке с внутренней, как это говорю, IQ, да? Я думаю, что у меня все в порядке все. Ну, я почитала о вас, вы не учились на музыканта, почему-то пошли на инженера-железнодорожника. Хотя, наверняка, вам хотелось петь с детства. Я пел с детства вообще с пяти лет. Я занимался музыкой относительно, как и, наверное, все подростки, которые тогда пытались... Мое сознание перевернули битлы, но до этого я слушал нашу музыку, наш локальный инструментальный ансамбль, типа наши тогда так назывались. Потом они стали называться группами. Потом появилось «Совремя машина времени». Ну, я же в армию запел, серьезно причем. И уже ансамбль был до армии, такой сначала школьный, потом мы... Потом я, по-моему, в Ленинградский рок-клуб, и все это вот оттуда... Чему же учиться-то не пошли? Потом, кстати, о первом фестивале рок-музыки, который был в 83-м году, группа «Манфарктура» заняла первое место. И кому интересно, послушайте группу «Манфарктура». Там Салтыков совсем другой. У него начало такое. Потом получилось так вот. В жизни надо попробовать все. Но опыт учебы в институте на инженера вас... Вообще вам что-то дал в этой жизни? Ну, я думаю, что если бы он не сложился в музыке, наверное... Я учился ради мамы, вот честно скажу. Мама хотела, чтобы я учился в институте. Я учился в институте. Закончил, получил диплом. И заканчивал, и нормально... Как раз я уже в форуме начал петь. И через год я стал безумно популярным. Группа форум стала безумно популярным. Понимаете? Ну, а какой еще был уже разговор? Да, железная дорога потеряла специалиста. А может, наоборот, приобрела человека, который не направил поезда не в том направлении. Понимаете? Это хорошо. С другой стороны, даже так. А вы были сложным ребенком? Мама слушалась? Ну, я думаю, что нет. Я был достаточно послушным, но я был как мальчишка, как все мальчишки. Я любил хоккей, играл в хоккей, в теннис большой тогда, когда никто не играл. Понимаете? Я занимался много спортом. В то время мы все занимались спортом в большом количестве. А вот такой факт из вашей биографии, что вас исключили из пионеров за то, что вы выпрашивали у иностранцев жвачку. Не было жвачки. Так нравилась жвачка, что я должен был делать. Мне нравилась ее. Я фарсовал, так можно сказать, фарсовочная. Занимался этим. У Аврора Европейской, на велосипеде ездил. Весь Питер объездил. Зато исторически все места Питера познал окончательно. Будучи питерцем настоящим. Ну, ленинградцем тогда. Я считаю, что ленинградец. Потому что я в советской стране все-таки вырос больше. И поэтому там, кто там что-то может говорить на эту тему. Сегодня это так, в порядке вещей. Сегодня все жуют. Никого за это не сажают, никому. За это не подстригают волосы. Меня помню, ловили. И выстригали даже, я помню. У Нахимовского училища там в Питере мне. Даже выстрелили в крест. Вот он неблагонадежный парень. С иностранцами вошка и ца. В 80-е подарили советским детям жвачку, пепси, варенки. А вам популярность? Вы помните этот момент? Вот ваше состояние? Ну, конечно. Жвачка вообще... Нет. В 80-е подарили... Состояние популярности. Да я думаю, давайте говорить глобальнее. В 80-е годы подарили Олимпиаду. С Олимпиады все началось. Все развращение страны пошло оттуда. Все познали. Извращение все тоже пошли оттуда. Дары Запада. Да, и вот Запад кинул такую вот эту вот жвачку, кость, это салями нарезанную мелко, понимаете, финская, еще что-то пошло, пошло, пошло. Кто видел, был спокойно, а кто не видел, так потерял голову. В общем-то, сегодня это происходит то же самое и со всеми другими странами, которые за жвачку готовы вообще на все наплевать и забыть об истории вообще. Не буду называть эти страны. А вы бы хотели там остаться, в Советском Союзе? Я бы хотел остаться в том историческом периоде, в котором я живу. Советский Союз – это все, это формации. Люди от этого не меняются. А что было плохого в Советском Союзе, скажите? Вы же не знаете. Знаете, когда люди молодые начинают стоять на какой-то болотной площади, говорят, что Советский Союз – это ужасно. Это что-то из... там сажали, там убивали. Никогда нас не сажали, никогда нас не убивали. Тогда были в каждом... Свободу ограничивали. Не надо врать. Не надо врать. Не надо рассказывать детям, особенно молодым, что это неправда. Я вам вот с экрана могу сказать, что я просто возмущен. Понимаете? Я не коммунист, но я возмущен. Одному. Что вы просто... Многие люди, которые не знают, молодым врут. Не было прибрежнева, никаких посиделок, никого не сажали. Наоборот, в каждой школе был ансамбль. В каждой школе были хоккейные коробки. В каждой школе были по несколько хоккейных команд. А сегодня они есть? Нет. Хоккей у нас сегодня плохой. Футбол у нас сегодня плохой. Спорт у нас вообще плохой. Мы заставляем людей заниматься спортом. А тогда никого не заставляли. Понимаете? О чем вы говорите? Советский Союз – это такое благо было. Все жили ровно, одинаково. И все были дружны. Сегодня Бандюков гораздо больше, чем тогда. Тогда их и не было просто. Понимаете? О чем вы говорите? Виктор, вы сейчас счастливый человек? Да, безумно. Я безумно. У меня прекрасная супруга. У меня двое детей. Трое. Ну, а двух браков. Вот в этом браке. У меня дочке Аннушке 19 лет. Мы ее воспитали с Ирусикой. У меня вторая супруга тоже Ирусикой. Красавица, жена. Интеллигентный человек. Знает пять языков. Прекрасная мама. Красавица. Приятная вообще в общении, в жизни. И мальчику 7 лет, Святославу. Все как надо. Я счастлив от того, что это все происходит. Что я ровно живу и наслаждаюсь сегодняшним днем. И надеюсь, что я попытаюсь все-таки каким-то образом прожить побольше, для того, чтобы мальчику понять на ноги все. Других задач особо я не ставлю. И творчество параллельно, потому что я без музыки жить не могу. Я рада за вас. Вы уедете, у нас останутся ваши песни. Останется это интервью. Пожелайте что-нибудь кировчанам напоследок. Ну, главное, ребята, не теряйте себя. Можно делать все, что угодно. Можно иногда и ошибаться в жизни. Но научитесь справлять свои ошибки. Научитесь не попадать в капканы обстоятельств злых людей, неприятных людей. Находите себе общество, которое будет вас поднимать. Не опускать, а поднимать. Не уходите в какое-то заблуждение. А потом верьте в Бога. И это очень многое даст вам возможность выпутаться из любой ситуации. Нельзя там быть фанатом любых вещей. Не надо создавать себе кумира, да? Но при этом украшайте свой город. Оставайтесь человеком, прежде всего. Будьте добры по отношению к минимальным каким-то даже вещам. К бабушкам на улице, к детям. Не будьте злыми, не старайтесь агрессивными. Это очень важно. И тогда, я думаю, и в Кирове, и вообще на этой стране будет все хорошо. Чтобы будущее было у нас понятно. Живите добрыми, хорошими, порядочными людьми. Все будет нормально. А также можно и погулять, и повеселиться. Иногда можно даже ошибиться в чем-то. Можно и выпить, и все, что угодно сделать. Но вернуться все равно к истокам. Ходить почаще в церковь. Вот так. Спасибо. Спасибо огромное за интервью. Пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok